Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Поздравляю всех моих блогеров со Святой Троицей на 10-м праздником дня, днём сошествия Святаго Духа на святых апостолов. Всем выражаю свою огромную благодарность за поддержку нашего блога и за Филду Рюриковича. Очень много от вас пришло всякой помощи, очень низко кланяюсь. А также за тех, кто участвует в восстановлении нашего сгоревшего Дома Павлина. И я думаю, с Божьей и вашей помощью мы сдержим и пройдём спокойно это испытание, которое попущено нам Богом, которое всегда на пользу. И мы в связи с тем, что у нас накопилось много материала, опубликовали такой сборник, посвящённый вот этому пожару и восстановлению. И даже решили сделать такую рубрику. Время от времени для вас такой публиковать отчёт. И аудио, аудиосъёмку, и видео, чтобы вы были в курсе дела, и вам как бы подручнее было участвовать в этом нашем маленьком таком общем деле. Для нас это большое очень дело. А так как всё распределяется между всеми нами, а нас очень много, мы надеемся, что сотни тысяч людей, то всё у нас пока идёт хорошо. Я очень доволен. Завтра в понедельник я еду в Мышкино. Мы тоже там что-то подснимем. У нас там много разных идей по поводу восстановления и реконструкции нашего павлина. И покажем вам и пейзажи Мышкино. Там необычайная красота. Что самое интересное, когда я был школьником, я там был в пионерлагере недалеко от этих мест, которые оказались мне знакомы с детства. Лагеря, к сожалению, уже не существует. Он ведь зарос там всяким буреломом. Здания частично рухнули. Но близость к этому месту тоже греет душу, потому что возвращаешься туда, откуда пришёл. Как-то круг потихонечку замыкается. Так что по-прежнему прошу святых молитв. Последняя сводка про Всеволода Рюриковича такова, что он уже, как доктор сказал, он всё слышит абсолютно, понимает. И жестами, в силу того, что он не может пока говорить, он говорит «да, нет». Поэтому, в общем, сознание к нему вернулось. И, в общем, очень хороший признак. Так что всё идёт своим чередом. Так что и ещё раз большое всем спасибо и с праздником Святой Троицы.